Прежде всего, сегодняшнюю презентацию хотела бы начать с нашего дорогого бренда Артемида. Очень красивый логотип, такой духоподъемный. И вы видите такой исторический перед собой логотип и бренд. Эта фабрика, если кто не знает, выпускает светильники высокого уровня, программы для дома, как исторические, так и суперсовременные. Любой технический проект может решиться при помощи коллекции Артемида. И вот Александр, который анонсировал наш вебинар и помогал настройке сделать, он как раз Александр Савельев, наш светоинженер, он с удовольствием вас проконсультирует. Даже если вы совершенно не имеете к светодизайну никакого отношения, как комплектатор, вам достаточно с вашими архитекторами решить, что вам нужно, назначить какую-то цель для того или иного помещения. И мы с удовольствием вас проконсультируем. И при помощи Артемида, широкой совершенно каталога и коллекции, или же если вдруг что-то будет, не дай бог, в Артемида не хватать, у нас еще, вы знаете, что есть и другие световые фабрики. И так как у нас сегодня идет основная тема, мы ее так про себя шутливо назвали «Недорогие итальянцы», но это в прямом смысле действительно речь идет о тех фабриках, которые, может быть, кажутся ассоциативным у вас, там, Италии или у ваших клиентов, там, дорого и прочее. Но мы сегодня прежде всего хотим поговорить о том, что в ряду, в коллекциях таких производителей, как и Артемида, как и Макролюкс, и у нас еще также вот есть альтернативный, совсем такой экономичный свет, Нобили, Италии технические, то есть вы можете любую бюджету комплектовать. И вот сейчас прозвучит то самое слово, я уже начинаю призывать вас узнавать об акциях, потому что сейчас у нас очень хорошая программа для дилеров по Артемиде, и те, кто заинтересовался, пишите нам чат на наш мейл, пишите в те самые странички социальных сетей, в директ, только нам пишите, что мы такие-то, такие-то, хотим узнать об акции Артемида. Не забываем присылать нам вот эти вот запросы. Сейчас я почему остановилась на этом слайде, потому что хочется вспомнить вот этого человека слева, Эрнеста Джерезмонди, который только-только, к сожалению, покинул этот мир, достаточно уже в пожилом возрасте. И надо сказать, что Артемиде, один из самых прогрессивных производителей дизайнерского света, законодателей, можно сказать, тенденций в мире освещения, это один из тех монстров поствоенно-итальянской культуры и индустриального дизайна, кто действительно был создан архитекторами и инженерами, и до сих пор остается лидером в производстве светового оборудования для любого назначения. И это дело жизни одной семьи. И вот сейчас Джерезмонди ушел, остается его семья, и фабрика продолжает открывать нам новые коллекции. Но, тем не менее, это на данный момент один из практически единственных оставшихся неглобализированных производителей, который не растворится среди, может быть, каких-то других фабрик и не станет частью чего-то такого непонятного и неосезаемого. То есть это уникальный бренд с историческими корнями, с собственными производствами и собственным контролем качества. И мы здесь видим некоторые картинки, сделанные на фабриках Артемиды собственных, потому что производства несколько, и все они посвящены. Это огромный такой производственный монстр индустриальный. И даже вот в пандемию, вы знаете, благодаря тому, что производства были разнесены, и ничего не находилось в Китае, которое там совсем было заблокировано, и некоторые производства на территории Франции, где не было локдауна, мы продолжали по Артемиде отгружать дилерам заказы. И сейчас повторю, что для дилеров есть очень хорошая акция, спешите узнать о ней. Красивая очень картинка, которую тоже мне захотелось вставить в этот шоуру, в этот вебинар. Это удивительно, вроде бы, супериндустриально и патентно Артемиду, но при этом мы видим технологию муранского стекла. Это все потому, что действительно в Венеции, на одном из островов, которые принадлежат Мурану, то есть делается, есть собственное производство, производство именно вот этих вот муранских деталей стеклянных. Мы вот увидим и GoPro, и другие модели, где используется стекло, и это, собственно, производство Артемиду. Удивительно, но факт. Естественно, говоря об Артемиде, нельзя говорить о суперпрогрессивных технологиях. Вот здесь вы видите сборку матрицы для GoPro, RGB сборка, а это происходит в Милане, это не китайская никакая история. Это вот непосредственно видите адрес фабрики, и, собственно, там происходит сборка вот этих внутренних компонентов. В свое время GoPro была придумана и родилась для одного из проектов, потому что, естественно, Артемиде – это ассоциация еще с решением комплексных каких-то проектов, освещения от аэропортов, шоурумов до улиц с светильниками, с проводником интернета, фантастические совершенно технологии. И здесь мы видим, была поставлена задача сделать освещение для сада, для террасы и так далее. И в данном случае вот GoPro, вот это венецианское стекло вместе с технологиями RGB, как прекрасно освещает сад. Пять лет гарантии на товар артемидовский. Мы склад постоянно, дилеры знают, как воспользоваться, узнать то, что есть на складе, и быстро получить те вещи, которые вам нужны, достаточно быстро. И если говорить, опять же, про Артемиды, возвращаясь к тому, с чего я начала говорить, что про законодательную функцию и роль этого производителя, потому что, естественно, есть кто-то, кто делает что-то впереди планеты всей, и затем тенденции подхватываются. Если только, конечно, хватает индустриальной мощности повторять какие-то вещи. Вот вы видите здесь офис, часть офиса инженеров Артемиды, графиков, и они все с историческими металлами, и над ними шумопоглощающие фантастические панели, они же светильники, это тоже часть коллекции Артемиды. Все это есть на сайте. Только за последние годы, за последние четыре года, 26 новых разработок и патентов, и 8 из них зафиксированы, получили все премии в 2019 году, и несколько патентов уже было зарегистрировано и в 2020 году. Вот как мы говорили на последней нашей архишколе, еще одна программа архистудии, вы знаете, проводим архишколы, как онлайн в пандемию, так и оффлайн, вживую, и онлайн архишколы. Мы можем также с вами проводить, сейчас я говорю больше для дилеров в регионе, когда вы собираетесь в салоне людей, и мы устраиваем прямые трансляции. Вот у нас была очень интересная архишкола, посвященная как раз Артемиде, и в том числе говорили об инновациях. Сейчас хочу вам показать слайд, на котором вы видите как раз те предметы, когда мы говорим про наших дорогущих с точки зрения нашего пиетета и отношения к заслугам этого производства, но при этом недорогих по ценам. Здесь вы видите очень много моделей исторических. Сейчас вы знаете, тема винтажная и тема оценки наследия того, что мы сейчас можем видеть в своих домах, такое как бы сердце дома, что-то сделанное в прошлые годы, то, что никогда не ушло из интерьеров. Вы видите, от 1959 года до 2019 года вещи и модели совсем недорогие по прайс-листу. Обратите на это внимание. И очень многие из исторических моделей сейчас очень востребованы, как модель Дуо, например, как те же там Толомео и очень многие другие модели или же новинки последних лет. И как раз в тему нашего вебинара недорогие итальянцы эти новинки и старинки ложатся. Если говорить о заслугах в продвижении индустриального дизайна Артемиде, что, собственно, Артемиде, это, собственно, ассоциация, наверное, как раз когда мы называем световой индустриальный дизайн и разработки, видите вот этот замечательный слайд, на котором подписаны авторы Артемиде на протяжении исторической жизни, исторического пути. И Марио Беллини, и Заха Хадид, и Джо Понти, конечно, и Жан Новель, фантастический совершенно футуристический человек. Вика Маджистретти сейчас много о нем говорят, потому что столетие отмечалось широко. И вот у нас фабрика Кассино, которую мы представляем, целую коллекцию запустила, ну, обновила, вернее, тот модельный ряд, который предлагал с Кассиной. Анджело Монджеротти и Микеле де Луке, это, собственно, одни из таких форвардов исторической Артемиды. И, конечно, сейчас очень много тоже разговоров идет про винтажные вещи, как я говорила, коллаборации с Мемфис и прочее. И вот Микеле де Луке, это он слева, такой вот молодой, Эрнесто Джезмонди, 80-е годы, и те самые фантастические, футуристические, как это называлось, антидизайнерские арт-объекты тех лет, игра архитекторов и индустриальных дизайнеров, это все вы тоже сейчас можете по доступным совершенно для ваших клиентов ценам в шоурумах у себя выставлять. И вы видите, каким образом раньше, ну и, собственно, и сейчас, наверное, вот мы только что проводили прямой эфир с Ферручо Лавиани, арт-директором Картеля. Картель мы сегодня не упоминаем, но, естественно, это целый блок мог бы быть, рассказы про недорогие вещи в интерьер, потому что Картель, собственно, огромная тема в данном случае, чтобы какие-то подбирать яркие новинки и делать интерьер от Картеля за какой-то достаточно обоснованный бюджет. И вы видите здесь сетицию и другие модели, это именно вот исторические вот такие эскизы вот 1985 года и раньше то, что послужило первыми чертежами, первыми презентациями светильников исторических. Отдельно хочется на семье Толомео остановиться, потому что именно, я говорю, эта модель нам, конечно, больше, наверное, известно, как настольный светильник и там в какой-то мини его версии, если компактный стол или большой версии, но на самом деле очень многие светильники артемитовские – это некая семья, либо больше, чем одна возможность для использования в интерьере или экстерьере, потому что появляется все больше и больше версий АУДО для многих светильников. И Толомео яркий тому пример. Вот вы здесь видите историю развития и получения премии Толомео, потому что, естественно, это один из самых именитых исторических светильников. Это, собственно, одна из ассоциаций для всего мира, что такое светодизайн и домашний светильник настольный, либо, как мы уже поняли, для любого другого назначения. Сюда я включила самую популярную нашу историю, что мы советуем очень на склад брать, потому что смешная достаточно цена и очень высокая популярность. Вот вы видите здесь все три популярные версии настольных светильников от Толомео оригинального размера до Мини и Толомео микро. То есть вот эти все версии – это, наверное, три настольные версии, самые такие популярные истории. Ну и, естественно, цветовые решения я оставляю вам посмотреть на сайте, либо вот у нас в каталоге сайт Артемиды очень развернутый, там можно скачать технические схемы. У нас в вебинарах записан вебинар обучения именно работы с сайтом с Артемиды и отдельно вебинар по комплектации на сайте Артемиды различных технических даже светильников. То есть Артемиды не ставят такую четкую грань между супертехническими какими-то разработками и комплектацией световых ваших проектов техническим светом. Здесь нет такого четкого перехода между декоративной историей и историей технической. Почему? Сейчас, секундочку. Почему? Потому что вы знаете прекрасно, что сейчас очень многие вещи на грани. Вы комплектуете интерьер, подбираете какой-то проект, и у вас нет какой-то глобальной разницы между декоративным и техническим светом. Сейчас тема освещения шагнула очень вперед. Люди поняли, что глаза надо беречь, свет должен быть профессиональным и просто вернуть какие-то споты с энергосберегающими китайскими источниками света. Это не очень хорошо впоследствии потом для детей и так далее. Здесь я вам показываю на этих слайдах новые модели, инновации, которые мы с вами все уже знаем, потому что мы анонсировали уже это в наших презентациях. Это все уже доступно к покупкам. То есть вы видите здесь в данном случае новые модели Бонта, Гопл, Портабели, Камтугеза и Курьозити, Дэвида и Апицы. Такие вот малыши, я имею в виду компактные по формату, светильники. Это модели, запущенные в производство в последнее время. И вы видите, опять же, какая важна тема для очень многих производителей, чтобы это было именно независимо от провода, от подзарядки светильник. Это целая тема. И эти новости очень популярны. Сейчас вот такой вот шутливый светильник, который может быть украшением стола, подсветкой ресторана, вашей кухни и прочей, в то же время емкостью для хранения базы, так скажем. И опять мы возвращаемся к тому, как сделан этот светильник. Это венецианская история создания ручного стекла. И в данном случае это очень красивый элемент декора, помимо всего прочего. Камтугезе, автор, жена Эрнеста Джелезмунти Карлота де Беляква, хозяйка фабрики. И здесь в данном случае вы видите такой шутливый тоже слайд. Очень нам нравится светильник, который удобно взять и перенести. Естественно, все эти светильники имеют разные отделки, что вы можете выбрать нужные вам версии этого светильника. И в данном случае, опять же, цена этих вещей, которые я вам сейчас показываю, она, в общем-то, приятно вас удивит, если вы еще не видели. И если кто-то хочет в артендовской акции участвовать, пишите в чат и пишите нам, пришлите условия акции на почту, либо в директы в соцсетях. Очень интересный светильник Дэвиде О'Пьицца. Тоже это была такая очень яркая новинка последнего миланского салона. Был прототип, сейчас это все можно уже, на это все можно рассчитывать. Интенсивный свет, такая инсталляция. С одной стороны, это и освещение, с другой стороны, и декорация. Это то, что сейчас ищут декораторы, какие-то новые формы, новые возможности оформления пространства. Вот у нас это есть. Гопл Портабль – это реклама последних, наверное, месяцев по всем. Реклама такая независимая. То есть очень многие архитектурные студии, очень многие известные архитекторы берут в руки цветильник и фотографируются, и в соцсетях публикуют, как это выглядит. То есть очень тактильно приятный и прекрасный Гопл, он становится вашим другом по всему дому. Про семью Гопл авторы – это БИК, студия БИК, знаменитая датская студия. Можно говорить отдельно, потому что есть и напольные версии, торшеры, суперпопулярные подвесы, различные совершенно модификации. И почему я здесь включаю обязательно вот эту модель, потому что это сейчас у нас одна из суперпопулярных новинок, и стоимость их тоже очень приятная. Новинок последних лет. Немного неэкономичная тема, но, опять же, если вы пользуетесь акциями, оформляете шоурум и какие-то вещи проектные, достаточно монументальные, компонуете и там используете такие новые программы, как Alpha Battle Flight. С одной стороны, это, конечно, новая история, но с другой стороны, уже ставшая суперпопулярной, потому что даже у нас в России оформлены уже важные офисы и аэропорты при помощи Ла-линии, Alpha Battle Flight и новых светотехнических систем, где вы видите, что непрерывный модуль, здесь удалось побороться уже давно с затемнением перехода из модуля в модуль и прочее. Вы собираете нужную вам композицию. Это очень такой важный шаг в свободе вас, как комплектатор интерьера. Вы, ваши коллеги-архитекторы, да и просто можно с заказчиком из модулей набрать эту всю историю. Если вы зайдете в наши вебинары и посмотрите, каким образом конфигуратор можно зайти на сайте, самостоятельно попробовать поиграть и собрать Alphabet of Light в открытом доступе или Ла-линию или систему подвесов А24. Это все очень подробно Саша рассказывал, но вы можете зайти на сайт и в конфигураторе попробовать, насколько это просто, с выдачей модулей для заказа. И, естественно, вот такая шутливая тема. Это очень востребовано для оформления шоурумов или каких-то индивидуальных пространств, где вы можете логотип или в детской комнате имя ребенка, если позволяет бюджет этого мероприятия, этого заказа выписать из букв, собрать любое слово. Это тоже предлагается все в коллекции Артемида. Еще одна из новинок последних. Не могу сказать, что это экономичная модель, но, опять же, для участников акции она будет совершенно адекватной закупке. И обращаю ваше внимание, почему? Потому что она всем нравится. Это Амилуна, модель, у которой в свое время мерседесовские арт-директора и вообще фабрика Мерседес обратилась, концерн Мерседес обратился, к Артемиде, чтобы они придумали им светильник, который стал в некой такой ассоциации с их подачей с Мерседесом и так далее. Они долго думали, разные были варианты, и потом вернулись к мерседесовской фаре, к образу мерседесовской фары. Это, может быть, различные световые вариации, в том числе благодаря RGB-варианту и так далее. Большинство светильников, надо сказать, что, естественно, с Apple, с управлением через iPhone и прочее-прочее связано. То есть это все отдельная тема для лекции, к которой мы вам рассказывали, вот эти все вещи в наших вебинарах. Или же будет заказ по Артемиде с обновлениями. Вот желающие, мы, думаю, в ближайшее время проведем еще один именно по Артемиде вебинар. Эрнесто Джузмонди, известнейшая фотография, держит в руках его модель Discovery. И вы видите, Discovery запущена в 2018 году в производство уже в полной истории, сколько собрала призов. И компассадоры, это самый знаменитый значок, такой циркуль, золотой циркуль. Это Оскар в мире дизайна и в мире индустриального дизайна. И вот вы видите здесь все Оскары, которые получил Эрнесто Джузмонди за карьеру и конкретно за Discovery. Поэтому сейчас модификаций в Discovery очень много. Это вплоть до торшеров напольных, даже так. Суть какая, что внутри этого диска у вас находится некий фантастический материал, включающий в себя светодиодные модули. И вы видите сейчас включенный и выключенный светильник. То есть светильник в выключенном состоянии кажется просто некой структурой металлической. Причем это может быть и крашеной версией. Сейчас вплоть до того, что это мы говорим про RGB-подсветку. И вы видите, что можно создать теплый свет домашний от 2700 кельвинов до ультрадемонстрационного, который вам пригодится в общественных интерьерах, в ювелирных магазинах и так далее, до совершеннейших абсолютно холодного света 5700 кельвинов. И то, что я хотела сказать, что торшеры, про которые мы говорим, тоже такая удивительная история. И они могут быть в структурах серебряного, черного и бронзового цвета. И такой же разбег по кельвинам. И структуру по запросу для проектов тоже можно запрашивать цветной. Продолжая освещать востребованный исторический модельный ряд и возвращаясь к теме нашего вебинара, можно сказать про три размера, три, видите, как оригами. Светильник очень популярный, не только его детский и так далее. Но и сейчас вот эта вот тема объемного футуристического пространства, она возвращается. И тем самым в Артемиде очень много светильников, которые бы подошли сюда. То есть это и целая коллекция Рословгрова, которые прогремели в 90-е годы и сейчас становится востребована. И вот в данном случае, вот видите, можно сделать, если вам не нужен белый просто цвет, двухсторонний golden white, такой вот светильник. Коллаборация и сотрудничество с Neri & Hu вот этими замечательными дизайнерами дала нам их коллекции Neri & Hu, их целое огромное количество вариаций, вот такие вот подвесы замечательные. И я вам несколько популярных историй покажу, когда вот подвесная такая люстра, то есть собирается из различных элементов и получается такая красота. Это суперпопулярная история. И вы видите, что модификаций очень много. Тоже можно посмотреть вот этот вот код, включать в себя сколько подвесов, какая длина подвеса и так далее. То есть разберетесь. Возвращаясь к винтажным историям, нельзя не сказать про суперпроданный во всем мире Тицево. И вы видите этот светильник «Бельмондо», наш замечательный фильм «Профессионал» 1981 года. И здесь присутствует светильник «Артемидовский». Также мы увидим любимый у нас «Девять с половиной недель» фильм, очень известный в свое время. И Эким Бессенджер тоже на столе у нее этот светильник. То есть некий образ интеллектуального офиса, как у чего-то такого совершенно современного. Но тем не менее, несмотря на то, что это проект конца 70-х годов, вы видите, он совершенно актуален. И по абсолютному количеству продаж есть статистика, по крайней мере, паралетней давности, что из настольных светильников это самый продаваемый во всем мире светильник. Опять же, мы попадаем в тему винтажную, историческую и недорогую. Калипсо нельзя не отметить. Почему? Потому что в последние годы, в последние пару лет, мы видим все больше и больше спрос растет на этот светильник в том числе. Флексия – это не экономичный вариант, но фантастически абсолютно звукопогащающее полотно. Одна из разработок и новинок, связанная с теми патентами, про которые мы говорили. И просто я его включила, чтобы вы заинтересовались, о чем же там речь. Но мы расскажем об этом подробнее. Еще одна из новинок – Vitruvio – светильник, который может быть также в подвесной и напольной версии. Всем очень нравится подвесная история. Очень небольшого компактного диаметра, но очень яркий светильник подвесной именно. И RIVAL – новинка, наделавшая много шума и, опять же, подходящая к теме нашего семинара. Много шума, потому что ничего похожего на миланском салоне. Последним, наверное, люди не видели и очень тепло отнеслись к этой новинке. У нас было очень много запросов. Когда же она в производстве? Вот она в производстве. Более того, любимая архитекторами графичная такая черная версия. Вот она у нас тоже теперь присутствует. Вы видите вот эти вот прекрасные варианты и торшера, и настольного светильника, и потолочного светильника в черной версии. Традиционная… Так, а кого-то я попрошу звук все же выключить. Извините, пожалуйста, что прерываю лекцию. У нас кто-то подключился со звуком. Пожалуйста, еще обратите внимание. Look at me. Look at me – целая семейка. Тоже таких приятных очень новинок. Традиционная форма абажура, но своя история с технологией. Просто если в технологии уходить, Артемиди, это у нас весь вебинар будет Артемиди посвящен. Модель О. Теперь есть и Аудо. Мы сегодня часть вебинара посвящаем все же Аудо тоже, потому что сейчас очевидно, что мы видим и по заказам и Картлевским, и Контарди. Еще будем тоже освещать и Артемиды, и другие фабрики. Там Миссони коллекции Аудо сейчас очень востребованы, потому что люди уже в преддверии следующего лета, которое частично нам все же придется в загородных каких-то домах, дачах или даже, может быть, на балконах и террасах проводить здесь, в городе, из-за ограниченного, может быть, какого-то путешествия до сих пор по всему миру, куда люди приехали, привыкали ездить. В общем, вот эти все Аудо коллекции, они сейчас очень востребованы. Вот вы видите на стенные версии Аудо 45 Волл. Про Артемиду можно говорить просто часами, но хочу перейти еще и к следующим нашим акционным предложениям и прекрасным производителям, у которых сейчас очень такие выгодные и яркие акции для дилеров существуют. Не забывайте писать нам запросы о получении акционных условий, если у кого-то не хватает информации. И вот такое зелененькое поле с брендом Артемиды говорит о чем нам, о том, что, конечно же, так как Артемиды – это для нас ассоциация чего-то нового, инновативного. И вот те самые более 30 патентов последних лет направлены, как я уже сказала, на правильный свет, на то, чтобы глазам вашим, прежде всего, и восприятию окружающей действительности не наносилось какого-то вреда. И вот эти социальные ответственности перед тем, что мы оставим миру, вот такие вот фабрики, как Артемиды, Декартель, ФИАМ, о которых мы сейчас будем говорить, у них во главе угла стояли эти вопросы всегда, собственно, несмотря на то, что вот когда мы говорим про Артемиду и Декартель, естественно, мы говорим про производство с материалами совершенно различными. И отсюда вот этот зеленый фон наш, потому что все же и Артемиды, и другие наши фабрики, они любят очень свою планету. И это не шутки, и огромные деньги тратились всегда на то, чтобы технологии, по которым исполняют свои модели, были максимально экологичны, где как это возможно. Фабрика ФИАМ Италия, еще один наш бренд, с которым мы работаем уже всю жизнь. И воспоминания совершенно фантастические презентации многих моделей. Но вот на презентации этого кресла мы, конечно, еще не были, потому что это 87-й год, Чини Буэри. Просто это, почему мы вам показываем это кресло, ГОСТ, призрак, привидение, потому что это такая некая визитная карточка, ФИАМа, и вы видите, сколько было публикаций. Начиная с 73-го года, ФИАМ делает фантастические вещи из гнутого стекла, своей печи и своей технологии. И вот это вот кресло, когда было создано, собственно, весь мир снял окончательно шляпы, перестал думать, что это просто развлечение, Виторию Ливи, и какие-то странные поделки из стекла, вот зачем это все нужно. Ну, собственно, журналисты и дизайнеры восприняли сразу этого производителя как нечто особенное, но публика такая снобистская, мебельная восприняла, конечно, после кресла и стекла как абсолютный суперрекорд в достижении чего-то нового, невиданного и создания технологий, которых не существовало до сих пор. И таким образом даже до сих пор те вещи фиамовские, которые мы имеем в каталогах, они уникальны. И человек, когда у вас покупает что-то из коллекции фиам, он становится обладателем вещи, которая через какое-то время будет неповторима. Почему? Потому что как только, например, модель вулкана, вот Вика Маджестрэйти, ее в свое время вывели из производства, просто появились новые модели, и она больше не производится, и она сейчас стоит, или там стол Филиппа Старка, иллюжен, такой со стеклянной скатертью, на аукционах, там у нее начальная стартовая цена от 50 тысяч евро, потому что эти вещи становятся антиквариатом, даже не так, антиквариатом они становятся через 50 лет, конечно, но становятся чем-то таким, чего больше нигде нельзя получить, заказать и так далее, поскольку неповторимы технологии фиамовские. И мы видим здесь трех авторов, Вика Маджестрэйти, Филипп Старк и Ронардо, их вещи до сих пор можно приобретать в коллекциях фиама. В 2000 году за свою карьеру и за ассоциацию всего мира с дизайном итальянским, вот кресло ГОСТ было, в том числе, на марку итальянскую помещено, это не реклама, это реальная марка государственная, и там вот фиама отмечен даже таким образом. Коллаборация и сотрудничество с Марселем Вандерсом, очень любимым всеми декораторами, особенно девушками-декораторами всего мира, дала нам большую коллекцию вещей Марселя Вандерса. Почему мы говорим в вебинаре о недорогих итальянцах, потому что напоминаю, что у нас сейчас есть акции для дилеров, спросите нас об условиях этих акций, где можно новинки, в том числе Марселя Вандерса, как вот эта волшебная коллекция ЭКО, для которой были созданы трехмерные стекла, то есть стекло совершенно уникальное, на разработку которого ушло два года, форму, то есть кажется, что это граненое резное стекло, на самом деле это специально такая отливная история, и очень долго добивались того результата, который получили, и там благодаря тому, что это не вручную, даже выпилено, там как у нас вот дело там арта Венециана, когда мастера по старинным венецианским технологиям обрабатывают стекло, и мы получаем, например, коллекцию даймонд и прочее, но там сама работа и трудоемкость гораздо более затратная, и естественно вещи, обработанные вручную, они, конечно, стоят совершенно других денег, а здесь абсолютная ассоциация с дорогим каким-то бокалом, может быть, и прочим, при этом это прочное, толстое стекло, и вот вы видите, вот это вот самая моя любимая вот эта вот картинка последнего времени, это демонстрация витрин эко абсолютно прозрачных, с подсветкой, и вот структура может быть либо вы видели вот фуме, грей, вулкан, либо шампань, вот такой красивый цвет, отделка металла, и вот эта оптимизация, да, производства стекла, свое печь и собственное производство дает нам на вот такие фантастические коллекции, как Эхо, достаточно адекватные цены. В принципе, это был выбор, если кто-то не хочет фактурного стекла, вот можно ее получить, эту коллекцию, и с гладким стеклом, со специальным таким оттенком шампань. Это был выбор самого хозяина фабрики, в свое время мы как-то разговаривали на эту тему, что когда Фиам родился, и появились эти коллаборации с различными дизайнерами, которые артистические модели совершенно делают, у Витарио Ливи, у него было два пути, то есть либо делать лимитированные версии, продавать их как арт-объекты, там по 10-15 моделей за какие-то десятки тысяч долларов, тогда еще не было евро в коллекции, либо идти по пути индустриального дизайна и с тем, чтобы большему количеству людей был доступен дизайнерский продукт за приемлемые деньги. Собственно, это дорога и Артемиды, и Картели, которые я упоминала, и прочие, которые как раз с 60-70-х годов старались в наши интерьеры привнести красивые вещи. Здесь мы видим еще модели ПОП, различные версии, останавливаемся на бестселлерах последнего времени, зеркала Марселя Вандерса, здесь очень сложная технология создания рамок, здесь в каждом вот этом вот пузырьке такое мини-зеркальце включено, и вы себя как на картинах Энди Орхола видите, много-много-много отражений. В общем, занимательные вещи, иначе бы Марсель Вандерс был бы не Марселем Вандерсом, если было бы просто все так, а Фиам был бы не Фиамом, если не сделал какую-то фантастическую вещь. Абсолютно экономичная серия лейк-столиков, вот видите тоже еще одна технология Фиамовского стекла, и здесь целая открывается плеяда возможностей, чуть дальше покажу различные новые стекла, придуманные на Фиаме и воплощаемые, и в то же время одной из самых популярных историй на Фиаме остаются все-таки коллекции зеркал, и здесь мы видим фантастическую Кристин-модель, и авторы на экране Хильдон Джиджи, скульптор, чьи скульптуры Аудо стоят там перед всеми швейцарскими банками и стоят по 2 миллиона евро, и Лука Гонзо и Данте Бенини, это авторы этой коллекции, и Кристин, и Фантом, которые в свое время сделали к 40-летию Фиаме, потому что они совершенно непредметные дизайнеры все эти люди, но очень многие дизайнеры всего мира, кто работает со стеклом и знает вклад в развитие стеклянных технологий Виторио Ливи и Фиаму, такие как Фукс, Лебискинт, они все к 40-летию Фиаму выпускали вещи для коллекции Фиам, и вознаменование такой вот даты круглой Фиам и новинки последних лет волшебные стекла, которые выпекаются как блинчики, вот мы видим в данном случае сочетание двух миров Фиамских, новый, в данном случае вот это вот зеркало Венус, автора Виторио Ливи, причем тоже достаточно адекватная цена, почему, потому что автор Виторио Ливи, он же хозяин фабрики и он уступил дилерам свой гонорар практически, хотя по технологии очень сложно сделано это зеркало, и здесь мы видим стол из последних коллекций, прошу звук выключить тех, кто вот сейчас, Тань, выключи звук, да, вот, выключила я насильно, мы видим здесь, например, стол из коллекции Вейв, коллаборация с Людовикой Роберто Паломбо, это авторы наши, вы знаете, мы их постоянно, о них рассказываем, когда говорим о Палтроне Фрау, потому что их битловская такая коллекция названий диванов последних и прочее взята из названий песен Битлз, потому что они большие поклонники, ну и такие веселые люди, миланские архитекторы, и вот они работают и с Фямом тоже, и в данном случае вы видите уникальное совершенно еще одно патентованное стекло ДВ Глаз, помните, как горизонтальный шпон Файн Лайн очень в свое время всех удивил, вот таким же образом поступает Фиам со стеклом, но это очень сложно сделать, горизонтальные слои стекла затем срезаются и запекаются как единое целое в печи Фиамской, и это патент Фиаму, Фиаму и еще другие варианты новых отделок, вот эти вот все вещи, которые мы вам сейчас показываем, они все стоят очень, ну вот за исключением конечно этого комода, он такой подороже конечно коллекция, но вот эти столики и столы, они совершенно недорогие, потому что для Фиаму это менее затратная история, несмотря на то, что это уникальная вещь, чем например сделать тоже самое кресло или какие-то другие вещи из гнутого стекла, где много дневная даже технология используется на разогрев, остывание и формирование этих вещей. Хотите узнать про Фиамовскую акцию, пишите нам в чате, либо пишите, если вы дилер, пишите нам на почту, если вдруг у вас пропущена информация об акции Фиам. Альтерноте суперфабрика, очень восхищены и умел ею пользуемся даже сами, чем она так нам близка и понятна, потому что важно, как важно спать, хорошо, правильно, и чтобы позвоночник у вас отдыхал, и чтобы при этом сейчас в данное время, когда мы говорим о недорогих итальянцах, был выбор, как у фабрики Альтерноте, мы об этом тоже рассказывали в отдельном вебинаре, то есть можно подразделить на три коллекции, на три, как бы сказать, направления коллекции Альтерноте, то есть если нам надо совсем-совсем бюджетный интерьер, мы идем в коллекции кровати и матрасов Энтри, если у нас такой достаточно обширный разбег по бюджету, но все-таки мы как-то склоняемся к какому-то среднему запросу, то это матрасы Биарест и те самые кровати может быть Вайнот, то что у нас в старых каталогах Италиян Дрим было и так далее, кровати так скажем на среднего покупателя и есть еще особая коллекция, про которую мы отдельно рассказывали, это коллекция Кантри Ливинг с использованием текстиля Каноника Барбери и других замечательных тканей, авторская коллекция, все это можно скачать у нас на сайте, но сегодня суть в чем, что с 1930 года фабрика занимается изготовлением прежде всего матрасов, затем перешли уже к комплектации своего предложения все для спальни искусства сна, здесь видите такие красивые ниточки, которые я взяла этот кадр из каталога Why Not, того самого акционного каталога, вот дилеров тоже прошу внимание обратить на эту акцию и вы видите вот эти вот все волшебные ниточки, они нам нужны для того, чтобы тон в тон либо в контраст попасть для отделки коллекции в том числе Why Not, мы увидим такие картинки, где ниточки у нас вовсю задействованы и когда мы говорим про те вещи, которые сейчас надо не упустить у Альтерноти, это вот еще раз скажу акционные вещи по матрасам Биарест, тоже спросите нас, каким образом получить бесплатный матрас, просто бесплатный все, и каким образом получить отличные условия на кровати в комплекте Why Not, для этого нам надо сейчас написать либо в чате, что вы хотите эти условия получить, либо написать нам в директ в инстаграме или там куда угодно, либо на почту на нашу архи-студию собачка архи-студия сумм, те, кто еще не получил условия. И еще одна суперинтересная вещь, есть промо для дилеров, и соответственно вы можете эту промо-акцию для своих частных покупателей тоже каким-то образом анонсировать или применять, то есть если у вас компонуется проект двумя ну единовременной покупкой матрас из коллекции Biorest это основная коллекция матрасов матрас на независимых пружинах и в акции участвует самая популярная модель 2000 пружин она самая популярная по стоимости и по ее качествам то есть такая народная уже практически модель то здесь вам набор Purity это специальная обработка поверхности и тканей матраса или там постельного белья или так далее антибактериальная антивирусная и прочее вот вы видите здесь состав вот этой акции то есть вы получаете две подушки две наволочки и на матрасник со специальной обработкой без наценки эта версии эта версия у нас останется обработка и это собственно возможность получить вещи Purity останется и в дальнейшем но пока действует акция эта опция достается вам бесплатно и какие собственно преимущества но прежде всего прежде всего это то что сейчас во главе всех дискуссий во главе всех наших забот это антибактериальность и антивирусность и здесь микробиологический анализ через час или через два часа после контакта видите вот здесь показывает тенденцию снижения действия вот этих неправильных для нас бактерий и так далее и вы видите табличку в которой идет объяснение вот этой сути технологии пьюрити к сожалению нам нет возможности вам рассказать суть кроме того что это специальный термический режим создание собственно обработки вещей по этой технологии потому что ноу-хау не все далеко фабрики имеют право ее применять и пользоваться и этот вид обработки используется для матрасов как в ткани микротенцель так и в хлопковых версиях матраса вы знаете что матрасы биорест у них есть несколько версий реализации это жаккард такой подклассический рисунок это хлопок макой египетский хлопок высочайшего качества и вот для любой версии матраса сделанного в хлопке мако возможно применение этой обработки и микротенцель тоже и эта акция действует до конца мая спешите воспользоваться ею и экологически чистый без биоразлагаемый вот этот слой даже не слой вы это не почувствуете никаким образом материал вот перерабатываем не раздражает кожу мы задавали вопрос сколько выдерживает стирок в нормальном режиме потому что белье обычно и там на матраснике и прочее стирается как правило выше 40 градусов и вот при стирке в 40-60 градусов до 100 стирок выдерживает это вот эта обработка и это сказать хороший подарок вашему клиенту кит пьюрити вот он что в себя включает но мы уже собственно зависали на этой картинке до этого где там тоже подробно описывалось что входит то есть это две подушки наволочки и на матрасник и вы видите что вы можете матрасы заказывать по этой акции комбинации жесткости то есть мы говорим о том что эта акция относится к заказу двух матрасов биорез 2000 пружин можно комбинировать жесткость можно заказывать микротенцели вот в такой ткани которую сейчас я стрелочкой показываю либо в хлопках мако хлопки хлопковые покрытия матрасов сейчас не только привычных вам цветов которых вы знаете но и появляются новые цвета мы делали рассылку по постельному белью новому и вообще у нас готовится очень большая такая новая база каталогов то есть вот каталог why not который можно скачать у нас на сайте 19-го года он обновляется добавляется фантастические совершенно картинки и арт-директор Джорджо Рогаццини он вот поработал над этим каталогом нам он очень понравился и образцы постельного белья и матрасов тоже будут в свое время добавляться и обновляться сейчас я вот для дирилеров хочу сказать что по акции why not вы можете спросить нас как получить бесплатно образцы сортария для использования в салоне и получить вот эту новую коллекцию себе в салон или под ваши проекты суть акции по why not то что покупая комплектную кровать метр восемьдесят на два вот я демонстрирую модели участники этой акции вот прекрасная кровать лилит номер один по продажам вот фотография с ниточками вспоминается наверное видите такая контрастная отделка это характеристика этой модели и на фоне снятого этого изголовья на фоне халата из коллекции country living потому что вы знаете что альтерноти это не только матрасы кровати но и постельное белье и даже пледы квилты и пижамы и халаты прежде всего в коллекции country living эта тема очень так развита да еще одна кровать которая входит в акцию это камелия тоже супер популярная для акции кровать и вы покупая кровать матрасы постельное белье то есть кровать под ключ получаете на нее специальные условия спросите у нас какие да то есть в зависимости от того в шоурум вы покупаете или в проект в общем вопросы по этой акции можно нам задать воспользовавшись нашим предложением написать акцию в директ в инстаграме в фейсбуке сейчас на почту нам либо здесь в чате темы цветов широко раскрыты в названиях это коллекции вот у нас такая вот орхидея переводе на русский вот видите кровать с нахлестом на изголовье очень удобно в ней сидеть и работать это очень такая тема возникшая сейчас последних лет когда люди больше работают на диване или же непосредственно в кровати и вы видите здесь внизу картинки это демонстрация постельного белья то есть можно выбрать постельное белье и последняя Дейзи Маргареточка такая модель тоже из акционной программы Альтреноти но при этом при всем вся история все что связано с Альтреноти если вам нужна консультация как подобрать полностью спальную зону под тот или другой бюджет и возможность сочетать все абсолютно коллекции друг с другом то есть если вам надо где-то найти какой-то какой-то компромисс взять хороший матрас но подобрать там попроще может быть по цене кровать вы пожалуйста не стесняйтесь к нам обратиться мы вас проконсультируем как это сделать посоветуем конкретные какие-то сочетания может быть матрасов чтобы вы прошли по бюджету для довольного своего проекта нельзя не отметить еще это отдельная тема вебинара но сейчас очень востребованы матрасы контрактные Альтреноти то есть помимо вот тех матрасов которые мы сегодня говорили по акции у нас еще есть волшебные матрасы от пружинных которые сворачиваются при транспортировке в рулончик то есть тоже на независимых пружинок до сэндвичей полиуретановых совершенно шикарного качества которые тоже предпочитают то есть они по бюджету попроще но очень долговечные вообще надо сказать что на коллекцию биореста до 15 лет гарантия на матрасы на другие коллекции там 5 и 10 лет но вот на основную коллекцию биореста до 15 лет и плюс если мы говорим все-таки про небюджетные истории следующие наверное наши будут вебинары когда вот новые каталоги и опять же обращаю внимание что у нас есть записанные вебинары по альтерноте вы пожалуйста обратите внимание что мы там говорили когда про дорогую коллекцию country living про возможность создания индивидуального матраса это сейчас тоже очень такая уникальная возможность альтерноте когда вы матрас можете скоординировать с самой кроватью это очень круто выглядит и если вы во время нашего вебинара подписались на наши страницы в инстаграме вы увидите я вот сегодня как раз с удовольствием видела на странице архишколы в канонику барберис сделанную кровать хемингуэй суперскую так она красиво лежит на ней матрас покрывало и прочее картинки с выставки с последней и кровать хемингуэй просто такая очень зажиточная достойная просто кажется как будто это разные фабрики выпускали но на самом деле взяв каталоги одного производителя вы получаете полный комплект всего и еще раз те кто вот вновь подключился кто хочет в акции поучаствовать пишите нам слово акция и мы вам пришлем по той или иной фабрике пожалуйста либо по всем сразу если вы готовы серьезно поговорить об этом акции как и как в них поучаствовать Кантарди еще один яркий очень бренд отдельная история отдельная жизнь отдельная атмосфера все совершенно своя среда красивая и этот бренд не похож ни на один другой световой бренд чем потому что они всегда у них был свой как бы сказать внутренний декораторский мир и опять же исследование очень глубокое технологическое и проектное почему потому что долгие годы люди которые сейчас уже последние почти 20 лет называются брендом Кантарди занимались производством светильников для сетевых высококлассных отелей для различных супер брендов мебельных которых были коллекции светильников но они собственно не были производителями света и для них вот эти производства Кантарди выпускали коллекции затем хозяева брат и сестра в свое время почувствовали в себе силу что они могут быть отдельным брендом накоплен огромный опыт и появился производитель Кантарди отдельный каталог каталог великолепный 19-го года который 20-го года который мы предоставили дилерам и можно его скачать у нас на сайте архи студия на страничке Кантарди вы заходите кликайте на Кантарди внизу скролите видите все каталоги там же выложен в открытом доступе редкий достаточно в печатном виде потому что только определенные люди получали у нас проектный каталог с реализованными проектами сейчас в сегодняшнем вебинаре мы хотим поговорить о аудо коллекции потому что спросите нас про акцию опять же которая посвящена коллекции аудо ее новым возможностям и так далее и эта акция действует до 31 мая также потому что потом уже начинается лето и аудо надо во всю нам применять с вами вот всем нам желаем таких прекрасных летних видов но в любом случае воссоздать коллекцию какого-то отпуска и прочего люди наверняка захотят даже в своих загородных усадьбах дачах и даже на балконах и поэтому тема аудо как я вам сказала раньше очень-очень даже востребована сейчас и кроме того прочего еще что касается и артемиды и контарди у нас постоянно идет мы вам можем предоставлять информацию дилерам что есть на складе складская история быстрая доступная к отгрузке для комплектации истории вот и основная наша новость этой недели прошлой недели вот мы делали рассылку это мюз коллекция которая пополнилась фантастическими совершенно отделками шампань и бургунди вот этот плетеный ручной как ручка такой ремешок сделан как высокой моды ремень он вот такое сочетание у нас появилось шампань и бургунди это версия аудо именно и три версии размеров small medium и large и вы видите здесь как красиво вот это все выглядит в садах опять же это речь идет про прогрессивные технологии как по качеству света так и по подзарядке и переноске и прочее то есть вы свободны от шнурков и всего другого вот мне тоже очень нравится такая например вариация это горчичный цвет ремешка и белая структура тоже такая нежность и это украшает вашу террасу в дневное время и соответственно дает некое такое свечение ну и освещение достаточное в вечернее время новинки наши вот в абсолюте это что это появление трех версий и еще версия с голубой структурой и с белым ремешочком тоже очень красивая такая морская немножко тема и вы видите версии вот батарейная новый размер лач появился который мы показывали на картинке большая версия светильника и весь ряд общий вот по этой модели вот теперь такой обширный и это вещь которая участвует в коллекции для проектов поскольку фабрика остается производителем огромного количества проектных вещей и проектная тема это совершенно другая то есть если у вас попался заказчик которому надо сделать какой-то индивидуальный проект ресторан гостиницу и прочее совершенно это ваша тема потому что как мы рассказывали на прошлых вебинарах что у контарде если вы будете скачивать наши каталоги на сайте или запрашивать у нас вы знаете что у них есть отдельная тема ридинг это единственная фабрика которая профессионально скомпоновала специальный наверное такой каталог светильников для чтения в постель ну то есть на правильный свет правильный для чтения не просто поставленная на тумбочку прикроватную какой-то источник света при котором можно читать нет это именно вещи профессионально подобранные есть различные другие программы именно того что вам функционально с функциональной точки зрения нужно и прежде всего вот этот опыт отдельного функционального назначения светильников он связан с тем что оборудование гостиниц высочайшего класса сетевых гостиниц где очень высокий очень высокая планка требований по безопасности по анатомичности эргономичности и все что входит вот в это огромный сертификационный список причем это все зависит от страны и фабрика очень лояльно и быстро подстраиваться под сертификацию той или другой страны с точки зрения требований к этим светильникам вот это все нам дает в результате и в домашней коллекции Контарди очень много преимуществ перед другими производителями ну не говорим о том что еще как-то говорится во-первых это красиво потому что мы здесь не можем не отметить и Масмилиана Раджи нашего арт-директора и создателя многих светильников и вообще если говорим про контарди модели то это декоративность еще кроме всего прочего вот здесь вы видите поскольку у нас сейчас идет речь об акции светильников аудо в помощь дилерам перед летом то вы спросите нас здесь действительно о дополнительных условиях в общем это очень такая классная акция и вы видите здесь и наши вот эти волшебные бабу светильники такие многоформатные да и многие вариации коллипсы и переносные светильники которые мы о которых мы с вами говорили новинки и фридом вот эта вся история и XXL FL все это в коллекцию аудо входит и вы видите что это прежде всего еще очень красиво декоративные модели у наших дилеров это и в трио и в коллекции и в салоне мобилисми если у нас московские слушатели нас слышат вот можно эти все вещи вживую посмотреть и возможно что-то в наличии застать если кто-то нас слушает не из дилеров а из дизайнеров вот можно познакомиться например в салонах с этими коллекциями вот еще одна световая история которую тоже хочу обязательно обозначить MM Lampadari это еще один наш был бренд световой тоже очень особый для нас и в общем для всего мира тем что это один из тех итальянских производителей все вот эти вот марки про которые мы говорим это вот Made in Italy и здесь речь идет также про систему сертификации на тотальный контроль над продукцией потому что оба производства основных находятся недалеко от ревиза по одну по другую сторону определенной местности то есть это стекольное производство стекольных вещей мы сейчас покажем собственность кладовое производство и собственная ковка и создание металлических структур и направленность на контракты и на проекты в том числе тоже сто процентов сделано в Италии вот вы видите здесь те кто был у нас во время наших экскурсий по фабрикам которые надеюсь скоро нам всем станут доступны и мы будем знакомить дилеров также с производствами вот те кто приедет на ММ-Лампадаре или те кто уже был видели каким фантастическим образом мастера создают и металлические структуры и собственно муранское производство можно видеть эти печи и создание частей стеклянных которые вынесены как раз давно были уже основателем этого производства то есть они находятся на материковой территории недалеко от Тревиза одно из нескольких муранских производств которые находятся не на самом мурана что дает огромную экономию что сразу дало огромную экономию в обслуживании самого производства естественно и вы видите что коллекция мм лампадария состоят из огромного толстого каталога современного дизайна и классических моделей то есть для любого любого интерьера можно найти вещи как современного мм дизайн каталог вы можете скачать так же скачать так и мм классик шикарные гламурные классические модели то есть понятно что сейчас в основном конечно перевес идет в сторону востребованности дизайнерской коллекции если раньше была ассоциация мм лампадария с классикой то сейчас уже некоторые дилеры начинают говорить а у них есть классические светильники да огромный каталог и многие вещи можно делать по индивидуальному заказу и пожалуйста не забывайте про это и почему мы говорим сейчас тоже про мм лампадария напоминаем вам именно в этом вебинаре потому что у нас есть прекрасная дилерская акция вещей тоже которые можно быстро получить из наличия и спросите у нас о каких светильниках идет вещь там вы увидите очень много популярных совершенно моделей и еще одна картинка которую я вам хочу показать это новинка перла мы вот ее показываем в последних архишколах несколько новинок последних лет это не акционная модель но просто из всего того что сейчас уже то что подпоказывает нам соцопрос и опрос заказов то вот эта модель перла очень пришлась по душе обращаю ваше внимание она может быть выполнена в различных отделках то есть сочетание стекла глянцова с белой матовой структурой также может быть в любимой бронзе в латуне и сочетание вы видите двух частей вот этой вот жемчужинки различные фактуры стекло и собственно металл и очень хорошие уже интерьерные у нас картинки вот очень модные там по цвету и прочее интерьерные рисунки вот справа вы видите на применение уже в интерьерах артикул этой модели вот на картинке и вариации также например в этой же акции у нас суперпопулярная модель RAIN используется участвует и очень много модификаций показываю вам просто вот несколько популярных таких новинок которые вошли в производство не так давно но обрели уже какую-то популярность такую невероятную возвращаясь к темам сотрудничества с проектными организациями и собственно вам как дилерам проектной организации которая может быть к вам обращается для оборудования каких-то сложных помещений атриумов гостиниц и прочее то есть в любом случае всегда помните об МММ подаре потому что версии и авторские реализации под конкретный проект вот вы видите только стандартные истории для модели RAIN но представляете что можно сделать и для проектов вот сейчас вы видите на картинке две самые популярные модели последних лет из современной коллекции вот в том числе коллаборация с нашей фабрикой веблен которая выпускает коллекция которая выпускает фиам фиам италия и все стенды веблена были с использованием светильников МММ ламподаре выполнены последних лет и вы видите здесь в том числе вот этот вот лиф фоли модель в исполнении абсолютно индивидуальном на 24 светильника версия для ресторанного проекта и вот эти подвесы светильники это тоже индивидуальные модели для одного из ресторанов Дубая вот Болотон модель в данном случае как светильник настенный индивидуальная история но тоже участник нашей акции из классической коллекции оформлен ресторан например светильником Сильвестра для миланского одного ресторана и вы можете это как в свои заказы применять так и запрашивать индивидуальные версии для проектов или вот абсолютно персонализированная история это немножко отвлечение от темы но может быть и нет потому что поскольку речь идет не о компонентном производстве а о собственных производственных мощностях очень часто когда идет какой-то тендер на запрос на индивидуальности модели у нас в ММ-Лампадаре в том числе так же как и Артемиды очень часто побеждают потому что очень многие вещи базируются на собственных производствах и мм-Лампадаре а